МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также мы выходим в прямом эфире в социальной сети «Одноклассники». Начнем выпуск с главных тем дня. Крупный нефтеразлив обнаружили на севере Сахалина. Пленка расползается по заливу Набиль. Стрельба на рыбалке. Конфликт произошел на Нерестовой реке в Тымовском районе. Представители коренных народов Сахалина обвинили в нападении людей в масках. Сюрприз из глубины. Морскую мину нашли в ручье в районе Троицкого. Последний день лета. После августовской жары на Сахалине похолодает и пройдут дожди. Дорога к знаниям. В дальнем заасфальтировали улицу, ведущую к новой школе. Крупный нефтяной разлив обнаружили на севере Сахалина. Пленка распространяется в акватории заливов, где обитает Краснокнижный Таймень. Свидетелями экологического бедствия стали местные жители. В этом районе расположены два закрытых нефтепромысла Сахалинмурнефтегаза. Как сообщили в ЭК-вахте Сахалина, по закону, нефтяной разлив, произошедший на водном объекте, должен быть локализован в течение двух часов. Но, судя по всему, нефть расходится по акватории Нобильского залива уже не первый день. В ситуации сейчас разбирается прокуратура района и Министерство экологии. Контролирующими органами на месте происшествия отобраны пробы с целью проведения дальнейших лабораторных исследований. По результатам проверочных мероприятий контролирующими органами будут приняты меры реагирования с целью устранения выявленных нарушений, а также привлечения виновных лиц к установленным законом ответственности. Сахалинмарнефтегаз, это дочернее предприятие Роснефти, подтвердило разгерметизацию участка нефтепровода. Значит, в настоящее время совместно с федеральными органами на месте находится Ногликское лесничество. Сотрудники лесничества подтверждают, что ущерба лесному фонду нет в связи с тем, что местность болотистая, не покрытая лесом. Однако водный объект пострадал, и подсчет ущерба ведется федеральными структурами в соответствии с полномочиями. И как сообщили АСТВ.ру, в пресс-службе Сахалинмарнефтегаза в Ногликском районе на временно выведенном из эксплуатации трубопроводе на Билькотангли вышла нефтесодержащая жидкость. По данным компании, на водной поверхности выставлены боновые заграждения, производится сбор нефтяной пленки и обработка территорий специальным сорбентом. Все работы планируется завершить в ближайшее время. Диагноз коронавирусная инфекция подтвердили еще у 58 сахалинцев. За сутки также выписали 50 человек. Таким образом, по состоянию на 26 августа в регионе с начала пандемии зарегистрировано 4 210 случаев заболевания. На этой рабочей неделе в Южно-Сахалинске на редкость мало людей и транспорта. Несмотря на то, что дни будние, люди тысячами выезжают на окрестные пляжи. Синоптики дают неутешительный прогноз уже на эту пятницу. Поэтому островитяне едут к морю, буквально не успев проснуться. Подробности у Дарьи Пишуновой. Последние несколько дней социальные сети сахалинцев пестрят фотографиями с морей. Конец августа действительно порадовал хорошей погодой. Но прогнозы синоптиков неутешительные. 27 августа станет последними теплыми сутками на ближайшие несколько дней. Поэтому многие решили не терять шанс и отправились к излюбленным местам отдыха. Уже с утра в четверг на близких к областной столице пляжах не протолкнуться. Дети набираются сил перед новым учебным годом. Родители напитывают организм витамином D даже через туман. Те, кому повезло быть в отпуске, вообще не спешат покидать берег моря. Но если по календарю это не последний день лета, то фактически последний жаркий день августа. Приехала три дня назад вообще с материка к вам издалека. Поэтому обязательно хотелось посмотреть море. Увидела прогноз погоды, что сегодня на самом деле, наверное, один из последних дней. А на море посмотреть очень хочется. Потому что не получилось в этом году поехать. Мы вот приехали, правильно, как вы сказали, это поймать последний теплый день летний. Потому что потеплело. Можно сказать, вчера здесь вообще, как в Сачах было, очень жарко. Народу очень много. Но вчера не получилось, мы заблудились сегодня. Сейчас мы думаем, что распогодится, будет так же, как вчера. Мы надеемся хотя бы летом, осенью еще, хоть немножечко денечков. Но вы, я смотрю, такая загорелая. Это вы на Сахалине успели убрать загар? Конечно, на Сахалине, конечно. Уметь надо. С денечки такие ловить. Сегодня погода очень хорошая, можно тоже подзагореть. В течение рабочей недели западные потоки принесли теплый влажный воздух. И вчера, вот у нас был 26 августа, самый теплый день. В пятницу, 28 августа, Желтого моря на Китай смещается тайфун Бави. Над Сахалином в связи с этим обострятся фронтальные разделы. И ожидается сильный дождь, местами очень сильный. На побережьях порывистый ветер. Тайфун продержится до 29 августа. При этом температура воздуха составит всего 15-18 градусов. Но все же не стоит забывать про бабье лето. В сентябре, если удача повернется к островному региону, пару раз еще точно можно будет искупаться в теплом море. Помнить и чтить. В Южно-Сахалинске, в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, волонтеры начали раздавать прохожим один из символов победы. Это старт серии праздничных мероприятий, приуроченных к 3 сентября. Акция «Дальновосточная победа» проходит в честь победы над Митрийской Японией в войне. В этом году мы раздаем муаровые ленты. Вот так они выглядят. Будет раздано их около 100 тысяч штук на территории всей Сахалинской области. Раньше выдавалась медаль за победу, и она крепилась на именно эту ленту. Напомню, в этом году на основании федерального закона эту памятную дату, включенную в перечень «Дни воинской славы», сахалинцы и курильчане будут отмечать 3 сентября. В этот день на площади победы пройдет военный парад. В строй встанут около 600 военных. На территории перед парком «Россия. Моя история» развернется выставка современной военной техники. Большая культурно-развлекательная программа ждет сахалинцев и в городском парке. Здесь разместится множество тематических площадок. Мы сможем с вами познакомиться с бытом времен Второй мировой войны, как жили наши солдаты, что они кушали. Будут различные активности проводиться и для разных возрастов населения, для детей, для взрослых людей. И в 16 часов также в городском парке на картодроме будет организован концерт силами учреждений культуры города Южно-Сахалинска. Завершится праздник там же, где и начался. В 8 часов вечера на площади Победы пройдет большой концерт, одним из участников которого станет специально приглашенный ансамбль «Песни и пляски имени Александрова». Сквер один. Ответственных много. Территория, обустроенная в честь 135-летия Южно-Сахалинска, три года назад стала одним из любимых мест отдыха жителей 9-го микрорайона. Весь сквер выглядит ухоженным, кроме детской площадки. Чтобы понять, как систематизировать уборку и содержание общественного пространства, мэрия областной столицы решила провести опрос на своем сайте. За сквером, возведенным в честь дня рождения родного города, ухаживает хорошо. Жители рады, что здесь почти всегда чисто. Цветочные клумбы соержатся в порядке и вовремя вывозят мусор. Здесь все гармонично. Есть зоны, которые друг другу не мешают. С правой стороны можно посидеть, отдохнуть. Здесь уже более активная такая зона идет, огороженная. Логично предположить, что детская площадка должна входить в сквер, что означает, этот объект должен также содержаться в чистоте. Однако ни одна из пяти организаций, отвечающих за сквер, не обременена такими обязанностями. Мамы с маленькими детьми ругаются с ЖЭКом, уговаривают рабочих. Но мусор по-прежнему загрязняет территорию, где постоянно гуляют дети. По документам она не проходит. И убирать они ее, это только по большому одолжению. Когда приходят ребята с организаций, которые убирают, они убирают только сквер. Когда подходишь, говоришь, ребята, пожалуйста, уберите площадку, уберите мусорки, потому что уже все валится, грязь невозможна. Сквер у нас замечательный, за ним очень хорошо ухаживают, постоянно стригут газон, убирают. Но есть небольшая претензия к детским площадкам, зоне воркаута, потому что там не всегда убирают. Очень часто такое бывает, что вечером приходишь, уже в баке переполнены, да и утром тоже бывает, что мусор не всегда выносят. Не все ладно и на спортивной площадке. И отчасти в этом виноваты сами люди, кто мусорит там, где и отдыхает. Участок для активных занятий просторный, и здесь всегда бывает много ребят. Возможно, поэтому небольшой контейнер для мусора очень быстро переполняется. Сделали ее очень красиво, очень хорошо, очень качественно, она красивая и аккуратная. Но вот мусор, как бы, такой негативный вариант. Потому что тут есть одна мусорка, но бывает, что ее недостаточно для спортивной площадки. Она бывает часто забита. Многие жители заполнили анкету на сайте администрации города. При положительной оценке состояние сквера указывают и на недостатки. К примеру, сухие деревья, которые уже можно было заменить другими насаждениями два года назад. У горожан есть еще время высказать свое мнение. Опрос населения завершится 4 сентября. По новой дороге 1 сентября пойдут в школу юные жители Нового Дальнего. В районе завершается строительство нового участка улицы Байкальской. Выездное совещание на месте провел мэр Южно-Сахалинска. Сергей Нацадин поторопил рабочих, чтобы они выполнили основную часть работ до начала учебного года. Продолжение следует... Не доделывала подрядная организация и объяснили, как это важно. Остается вертикальная разметка, то есть разметка на проезжей части, то есть благоустройство. То есть для того, чтобы здесь люди, школьники ходили в школу 1 сентября, я думаю, все это практически будет сделано. Дальше работаем со второй половиной улицы в плановые сроки. То есть по контракту он с середины сентября, окончание работы. Вот мы работаем без помех школьникам и родителям, как говорится, школьникам и руководят школу. В ближайшее время по дороге будет открыто движение транспорта, поэтому на новом участке Байкальской также должно появиться уличное освещение. Это еще не все на сегодня. Смотрите сразу после короткой рекламы. Стрельба на рыбалке. Конфликт произошел на Нерестовой реке в Тымовском районе. Представители коренных народов Сахалина обвинили в нападении людей в масках. Сюрприз из глубины. Морскую мину нашли в ручье в районе Троицкого. Сюрприз из глубины. Сюрприз из глубины. Теперь о погоде на завтра по информации портала. Теперь коротко о главных событиях. АСТВ. Такое родное и близкое. Субтитры предоставил DimaTorzok и третий этажи. Отличный наличный выдает займ под 0%. По телефону. Достаточно паспорта. Круглосуточно. Без выходных. Просто звоните 8 800 607 тысяч и деньги будут у вас уже сегодня. Ритуальное агентство «Черная роза» возьмет все сложности, связанные с вашей утратой на себя. Предоставит прощальный зал и поможет вам достойно проводить близкого человека в последний путь. Круглосуточный телефон 29 39 07. Начало учебного года все ближе. Успейте купить мебель по старым ценам. Приходите всей семьей. Без перепад в Менград. Мы строим паромы для сообщения с материком. Обновляем железную дорогу. Создаем рабочие места в туристической отрасли, сельском хозяйстве и промышленности. Увеличиваем бюджет и воловой региональный продукт. Корпорация развития Сахалинской области. Инвестиции в будущее Сахалина и Курил. Сахалинский политехнический центр номер 5. Бесплатное дневное обучение по профессиям на базе основного общего образования. Заочное по специальности на базе среднего. А также профессиональная подготовка для выпускников коррекционных классов. Стартует областной этап 30-го юбилейного конкурса «Учитель года Сахалинской области-2020». Это яркий праздник творческих, талантливых и увлеченных педагогов. Конкурс дарит новые открытия и знакомства, позволяет обменяться опытом. Желаем всем участникам удачи. Искренне верим в успех каждого. Мэрия Южно-Сахалинска приостановила проект «Столбиков на дорогах». В администрации города решили взять паузу и собрать мнение горожан и автомобилистов насчет этой инициативы. И только потом возобновить проект. В мэрии отметили, что эти столбики призваны сохранить жизни людей. Изучив статистику аварии, эксперты определили 36 проблемных мест в Южно-Сахалинске. На 26 из которых за два дня установили столбики, обеспечивающие треугольник видимости. Тем не менее, часть водителей не приняла инициативу сделать дороги безопаснее для пешеходов, обрушившись на столбики с критикой. Одной из претензий стало то, что из-за огораживания части перекрестков полосы стали уже. И водителям теперь приходится сбрасывать скорость и быть аккуратнее. Далее наш эфир продолжит рубрика «Точка отчета». Стрельба на рыбалке. Конфликт произошел в Нерестовой реке в Тымовском районе. Кто устроил разборки на реке, выясняют правоохранительные органы. Информация о происшествии вместе с видео активно стала распространяться в мессенджерах накануне вечером, 26 августа. Неизвестные в масках пытались выгнать с водоема местных рыбаков и даже совершили несколько предупредительных выстрелов. В управлении Росгвардии по Сахалинской области сообщили, что их сотрудники входят в состав мобильных групп и работают только совместно с сотрудниками МВД России по Сахалинской области. Информация о том, что представители ведомства накануне находились на территории реки Тым, примерно в километре от села Аргипаги, не соответствует действительности. Представители общественного движения по борьбе с браконьерством, посмотрев видео, также не узнали на нем ни одного своего члена. Установить, кто же устроил стрельбу, предстоит полиции. На Сахалине незаконно добыли трепанк на 30 миллионов рублей. Злоумышленники самостоятельно обрабатывали трепанк, а после увозили его на специально оборудованный склад. Там герметично запаковывали и, замаскировав по другой товар, перевозили во Владивосток, откуда он отправлялся за границу. Отделом дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Во время добычи морепродукта сотрудники Росгвардии смогли поймать с поличным одного из участников преступной группы. Его сообщников позже задержали в цехе. В это время они готовили деликатес. На месте нашли предметы, подтвердившие причастность граждан к незаконному бизнесу. Водолазные костюмы, моторную лодку, газовые баллоны и другие инструменты для подводной ловли и обработки морепродуктов. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Сообщение о том, что в полях недалеко от Троицкого в Анивском районе в ручье обнаружен снаряд, похожий на мину, поступило в оперативные службы Сахалинской области. Первыми на место прибыли пожарные и следком сотрудники полиции. Они отцепили территорию до прибытия взрывотехников. Это оказалась морская учебная мина. Ее увезли на полигон для ликвидации. Инспекторы областного ГИБДД провели рейд. В поле зрения полиции оказались мотоциклисты. Были выявлены трое несовершеннолетних, которые управляли мопедами, не имея прав. Законные представители подростков привлечены к административной ответственности. Всего за сезон было выявлено 12 несовершеннолетних водителей без водительских прав. Один из них в результате происшествия получил травму и был госпитализирован. Полиция Южно-Сахалинска ищет пропавшего 39-летнего мужчину. Андрей Васильевич Кулыров с 3 августа не выходит на связь ни с близкими, ни с женщиной, с которой жил. Его номер недоступен. Приметы. Рост около метра 70, среднее телосложение, темные волосы, короткая стрижка. Если вы обладаете любой информацией, которая может помочь установить местонахождение Андрея Кулырова, сообщите об этом по номерам, которые вы видите на экране. Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году? Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки. Тогда нам надо школьник. Проспект Мира, 19. Школьник. К школе готов. 240 тысяч обращений за полгода. Такую цифру зафиксировали операторы горячей линии 1-300. Этот номер работает во всех районах Сахалинской области. На него принимаются вопросы, связанные с работой всех региональных медучреждений. За это время 111 тысяч сахалинцев были записаны на прием к различным врачам. Больше всего талонов выдали к стоматологам. Их получили 35 тысяч детей, 58 тысяч взрослых и 18 тысяч пожилых островитян. Кроме этого, среди обращений лидирует обращение на хамское поведение работников различных сфер, вплоть до коммунальных услуг. На данный момент в центре работают 25 операторов. Бывают пациенты, которые не могли дозвониться долго или не могли попасть к врачу. Они срывают свой гнев на операторов. Это не очень приятно, к сожалению. Просим всех жителей быть более терпимыми. Операторы здесь ни при чем. Они готовы вас выслушать. И если это в их силах, то помочь. По крайней мере, хотя бы записать жалобу и передать ее компетентным людям уже для рассмотрения. Большой теннис для маленьких спортсменов подошел к концу. В Южно-Сахалинске завершился этот этап Кубка Мэра. Почти за полторы недели свои силы попробовали около 122 ребят от 6 до 18 лет. И эти соревнования дали шанс разглядеть в юных теннисистах очень хороший потенциал. Когда такие живые глаза, радостные лица, это всегда воодушевляет. И понимаю, что и мы что-то сделали для того, чтобы теннис в Южно-Сахалинске развивался. Могу сказать, что класс игры растет. Уже видно, как подрастают вчерашние совсем малыши. Уже становятся взрослыми, юношами, девушками. И действительно повышается класс игры. Здесь очень достойные соперники. Здесь нужно очень сильно стараться. И не всегда у всех получается. Это сложная игра, сложные соревнования. Все начинается на кортах городского парка. И речь не только про сами состязания. Двое из ребят, которые соревновались за Кубок Мэра, выходцы из социальной группы занятий по теннису. Сейчас здесь тренируется уже 60 человек. На сегодняшний день только единицы приняло участие. Буквально два человека уже сыграли в этом Кубке Мэра дети. Они быстро освоили за месяц игру в теннис. И одна из участниц даже заняла второе место. Эти социальные занятия – это хороший задел на следующий сезон Кубка Мэра. Вот эти игроки, они научатся играть на счет. И уже станут полноценными участниками соревнований. Теперь на очереди более опытные спортсмены категории от 18 лет. Самому старшему игроку предстоящего турнира 75 лет. И он считается старожилом сахалинского тенниса. Сейчас уже заявилось около 80 участников. Они начнут борьбу за Кубок 1 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok АС-ТВ Такое родное и близкое. Субтитры создавал DimaTorzok Дарите комфорт себе и своим близким. Нижнее белье в серж – хлопковое кружевное для кормящих мам. Любое – серж. Белье, влюбленное в твое тело. Сити Мол, дом торговли и рядом с ТЦ Панорама. Новинки на белсах.ру Детская музыкальная школа номер один города Южно-Сахалинска объявляет набор на обучение игре на фортепиано, флейте, валторне и трубе, а также хоровому и эстрадному пению. Прием документов производится с 10 до 17 часов с понедельника по пятницу по адресу Луговое, улица Комарова, 13А. Татарский пролив отделяет Сахалин от материка. Казалось бы, при чем здесь татары? Дело в том, что название проливу дал французский мореплаватель Лаперос. В то время европейские географы называли земли в районе Тихого океана Татарией. Исследуя их, француз принял пролив за залив, омывающий Сахалин, а местное население за татар. Позже русский мореплаватель Геннадий Невельской исправил ошибку, но название татарский так и прижилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спонсор прогноза погоды салон товаров для сна Арматек. Корректор А.Кулакова Арматек представляет. Настоящие ортопедические матрасы Орто Премиум. Ощутите точечную анатомическую поддержку вашего тела во время сна. Благодаря многолетним лабораторным исследованиям, использованию инновационных материалов и уникального пружинного блока, наши матрасы обеспечивают максимально правильное положение вашей спины и имеют медицинский сертификат качества. Коллекция Орто Премиум от Арматек. Доказанная медицинская эффективность. На этом наш выпуск завершен. Смотрите, читайте и слушайте Айс ТВ. Берегите себя и своих близких. Айс ТВ. Айс ТВ. Такое родное и близкое. Айс ТВ. Айс ТВ.